Насчет времени. Стандартно используются 5 минут на выступление. По опыту вам скажу, что новички используют всего 2,5-3 минуты, не больше. Вот это там стандарт, который уложился. Почему они так действуют? Ну, новички, они все время думают, что 5 минут это мало, не уложиться, надо быстро говорить. И они начинают тарантовить, быстро-быстро-быстро-быстро все говорить. И все, проходит 2,5 минуты, у них речь закончилась, а остается еще 2,5 минуты. И что делать дальше? Умелый оратор же, наоборот, использует целых 5 минут, да еще прибавляет 30 секунд. О правилах 30 секунд поговорим на следующих слайдах. Судья не штрафует 5 минут 30 секунд, но 5 минут 31 секунда он уже штрафует как превышение времени. То есть 30 секунд вам дается как превышающая линия, такая буферная зона, где вы можете либо договорить, либо остановиться. Начиная со второй минуты по конец четвертой минуты вы можете задавать вопросы. То есть человек, вот я, например, вышел на свою роль, первую минуту никто из вас не может задать мне вопрос. Просто потому, чтобы я не сбился со своей мысли, правильно выразил свой тезис и так далее. Вопросы задаются только с поднятой руки, не вскакиваем, не встаем, не кричим, ничего. За это штрафуются. Вы просто должны поднять руку. Если спикер захочет принять вопрос, он скажет, да, давайте вопрос. И уже после этого вы задаете вопрос. По вопросам. Здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что многие начинают изначально говорить, откуда у них вопрос там, или начинают как-то дебатировать уже во время вопроса. Но это стандартно выглядит так. А вот правительство Российской Федерации недавно выпустило такой закон, да-да-да-да-да-да, и что вы считаете? То есть вот зачем нам знать, что правительство Российской Федерации выпустило какой-то закон, вы считаете время оппонента? И за это как раз таки суды и штрафуют. Вы должны задать вопрос. А как за относитесь к закону, номер какой-то, или название такое-то? Или это будет четкий, конкретный, короткий вопрос. А вот историю вопроса, откуда он у вас в голове возник, или почему он оппонент, который спровоцировал вас на этот вопрос, вот это все не нужно знать. Суде это не важно. Важно просто задать вопрос. И по вопросам есть тоже много фишек, как смутить своего оппонента, поставить его в неокрое положение. Если вы нашли какую-то брешь его аргументации, вопрос поможет вам показать судье, что человек, спикер, он некомпетентен в своей сфере, или даже не знает о своей сфере ничего. И тем самым вы получите очки преимущества, называемые. Но это не больше одного-двых очков, но все-таки это очень значительную роль играет, когда вы играете на рамках. Там даже сотые доли могут вам накинуть, но это может привести к вас к победе. Тема будет известна вам за 15 минут до дебатирования. То есть в 15 минут вы готовитесь, и начинаете через 15 минут раунд. Раунды обычно заканчиваются спустя где-то 40 минут после начала дебатирования. В итоге у вас проходит 55 минут. Плюс-минус 5-8 минут на оценку судей. И в итоге час, час-две минуты, или час-пять минут, не больше, занимает весь раунд. Продолжение следует...